Привет, друзья! Это новый влог и продолжу снимать видосы ежедневки. И, как и говорил в предыдущем ролике, видос с Санкт-Петербурга выйдет чуть-чуть попозже. И продолжу я насчет темы посуды. Она не влезла. Придется перемывать два раза. Ну, ничего страшного. Немножко сполоснул ее и отправил в посудомойку. Кто-то там в комментариях писал о том, что можно бахать без разбора всю посуду. Это на самом деле неправда. Даже в инструкции написано. Прежде чем поставить туда тарелки, положить как угодно. Там вилки и прочее-прочее. Надо немножко смахнуть крупный мусор. И, ну, это не рекомендуется. Там с кусками мяса вот этим всем закидывать. Поэтому обратите внимание. Если будете брать посудомойку и у вас ее пока нет, не все так просто. Придется немножечко обмыть. И хотел еще немножко поговорить с вами про удаленку. Кто-то эту тему озвучил в комментариях. Мне она показалась интересной. На самом деле крутая тема удаленка. Есть там свои плюсы и минусы. Начну с плюсов. Конечно, первое. Самое главное то, что вам не нужно ездить и трать время на дорогу. Представьте, что вы в день тратите 2 часа. Ну, то есть дорога час туда, час обратно. А теперь умножьте это число на год. Ну, то есть 365 умножить на 2. И разделите на 24. И посмотрите, сколько чистых дней вы тратите просто на дорогу. Да, кого-то прикалывает, слушает музыку, там книжки читает, т.д. и т.п. Но мне на самом деле эта тема не близка. Мне проще проснуться, позавтракать и сесть за компьютер. Не тратить время в пробках. Вот это мороз, слякать, дождь. Какие-то погодные условия. Меня это не волнует. Ну и, конечно, огромный плюс то, что есть возможность куда-то переехать в другую локацию. Спокойно работать на удаленке. Да, понятно, что есть там тоже свои особенности с налоговым резидентством. То есть сколько там? 180 дней, да, по-моему. Если ты в другой стране, то ты уже не становишься налоговым резидентом. Я могу ошибаться, но примерно так. Ну, опять же, если, например, в России в другой город переехать, то никаких проблем не будет. Сочи, Краснодар, еще куда-то. Ну и тут еще есть минус, конечно. Кто-то тоже заметил в комментариях. Я согласен. То, что у вас размываются границы. То есть ты сидишь дома, работаешь, отдыхаешь дома и немножко это напрягает. Да, поэтому мы очень часто стараемся путешествовать, меняем локации и как-то разноображиваем. Разноображиваем, не знаю, правильно я сказал, свою жизнь. Ну и коллег тоже размываются границы. Они могут написать тебе в 9 вечера, в 10, в 11, в 12 и ждут ответа. То есть в этом плане странновато. Ну, я уже к этому привык, поэтому не буду жаловаться. Вот, примерно так. Если у вас в голове есть какие-то свои плюсы и минусы, вы тоже их напишите, потому что много людей меня смотрит, кто уже работает на удаленке. Поэтому поделитесь в комментариях, все вместе почитаем. Друзья, закончился рабочий день и я сейчас еду просто похавать. Сейчас определюсь. Может, теремок сбегаю, может быть, еще куда-то. Ну и надо будет мне потом затариться немного, потому что в холодильнике мышь повесилась. Ну и заодно прокачиваюсь, послушаю музыку. Погода, конечно, такое себе, все мрачное, мокрое. Но в теплой машине все равно неплохо. 23 градуса, музячка, удобные сидения, почему бы и нет. Я тут подумываю, может быть, мне все-таки придется заменить вот эту приставку, которую я покупал к своему новому телеку. Вот сам телек. Приставка там в углу стоит. Это Xiaomi Mi Box 4K S. Что-то такое, может быть, я ошибаюсь. Покупал в онлайн трейде за 4000 рублей. Вот в чем мне в ней не устраивает. Это пульт, который невозможно подсоединить к телеку, чтобы он нативно гудил телевизор, выключал его. Постоянно приходится пользоваться двумя пультами. В Apple TV в этом плане очень удобно. Ты полностью убираешь, ну, вот обычный телевизионный пульт и управляешь только одним. То есть у тебя и громкость, и просыпание, засыпание телека. А здесь такого нет. И периодически случаются некоторые траблы с контентом, когда не 4К-шное изображение выводишь. Бывают там то полосы, то еще что-то. Приходится выбирать какие-то другие плееры устанавливать. Ну, короче, где какой-то геморрой. А я люблю простые вещи. Вот в Apple TV, блин, кнопку нажал, все работает. Кнопку выключения нажал, все, телек погас, никакого геморроя. Но тут фигня какая-то. Если думаете, что все присоединяется, и просто я дурачок, нет, это не так. Я и на форумах в ОПДА полазил, и в магазин зашел. Они сказали, да, к нам уже приходили с таким запросом, но это все не работает. И подумаю, наверное, на Авито. Просто посмотрю бэушку какую-то. Они там от 6 до 8 тысяч рублей. Именно 4К Apple TV 2017 года. Ну, за такую стоимость продается. Поэтому нормально. Ну, конечно, прям срочно она мне не нужна. Вот. Но в ближайшее время я это сделаю. А Катюха, кстати, сегодня приедет. Так что появится в этом влоге. Все, она буквально на пару денечков сгоняла. То есть, делая все дела свои по паспорту, все получилось оплатить. И через 2 недельки снова туда уже поедет, но уже за готовым документом. Поэтому все прошло, ну, практически бесшовно. Ну, а что у меня? Смотрите, я проснулся, сел за комп, сижу работаю. Работаю вечером, ну, как правило, там сериальчик какой-нибудь смотрю. Или просто посижу, поиграю. У меня очень быстро время пролетело. Вот. Поэтому сейчас ее жду. Потом мы поедем прокатимся обязательно, кофейку возьмем. Ну, и заедем в онлайн-трейд. Там надо будет одну штучку купить для того, чтобы жесткого диска, который мы взяли из Брянска, ну, скинуть информацию. Вчера сгоняли мы с Катюхой в онлайн-трейд. Я забрал этот адаптер для жестких дисков. Вот сейчас сижу, рассматриваю. Такая ностальгия, конечно. Сто лет их не видел, потому что сейчас в основном SSD-шки, да, у меня их несколько. То есть есть и 2,5-дюймовый. Вот тут у меня висит. Вот так вот выглядит это на терабайт 860 евро. Здесь у меня как раз все проекты, которые я вам монтирую. И внутри еще NVM-шки стоят. Ну, это просто вот такие платки маленькие. Там на терабайт у меня, по-моему. Тоже какой-то самсунговский, по-моему, 970 Pro, если не ошибаюсь. Так вот, я помню времена, когда у меня был компьютер IBM 486 DX2, по-моему. И там жесткий диск был 500 мегабайт. И когда у меня появилась Windows 98, то только там пару игр буквально залезало на жесткий диск и все. То есть мне постоянно приходилось все удалять, чистить. А сейчас места столько, что там как бы любые игры влезают. Но раньше это казалось, даже 500 мегабайт это что-то невероятное. То есть условно там картиночки эти в пейнте, которые мы там все рисовали, они весили какие-то килобайты. Игры весили ну там 120, 150, 200 мегабайт. И мы такие, вау, ничего себе. Если в играх была какая-то анимационная заставка на старте, мы тоже офигевали. А сейчас компы это уже такая обыденность и вот этот романтизм немножко потерялся. Ну в общем и целом, сейчас мы сходим с Катей в машину, заберем эту штукенцу, дальше я присоединю вот этот жесткий, солью с него все данные и потом Кате куда-нибудь на ССДшку уже перелью. Вот смотрю, это Western Digital на 500 гигов, сделан он в Таиланде 6 июня 2008 года. Вот, вот такое старье. А теперь я снимаю. Я обещал, что ты в этом влоге появишься. Расскажи нам классную историю про РЖД, как ты там траванулась мощно. Не, не мощно, кстати, меня даже не вырвало. Но, в общем, я уже заказывала в РЖД один раз какое-то блюдо, типа без троганного, не знаю, было невкусно, но я не траванулась. То есть я все съела и пронесло, было нормально. Пронесло, в смысле, без проблем, пронесло. Да, да. Я слово пронесло, считаю, что... Ну да, нет, не в этом плане. Так вот, в этот раз я решила заказать рыбу с рисом и овощами запеченными. А ты заметила у тебя проблемы с рыбой? В прошлый раз ее не привезли, а сейчас ее заказала и все. Вот, и было очень вкусно, на самом деле. Я даже подумать не могла, что мне станет от нее плохо. Ну, то есть прям как-то в ресторане вкусно приготовили. Вот, я довольная поела и чувствую то, что буквально минут через 15 после того, как я съела это блюдо, у меня началась дикая изжога. Извиняюсь за подробности, но прям мне такого никогда не было вообще. То есть я чувствую, что у меня все горит внутри, мне прям тяжело. Я думаю, ну ладно, пройдет. Буквально через часок это состояние прошло. Я приехала к Москве в метро. Я проехала минут 40, и вот под конец я поняла то, что меня начинает подташнивать. Я думала, что это из-за жары, потому что у меня метро было очень жарко, я оделась не по погоде. Ну, вот потеплело, да, немного. Вечером тут вообще плюс 10 было. Потом я от метро села в такси, чтобы до дома доехать. И вот в такси я уже просто вот так расползалась по сиденью, понимая, что у меня начался такой тремор небольшой. И тошнило очень сильно. То есть меня трясло и тошнило. Слушай, ну лучше уж тошнит, чем... У меня один раз бывало такое, я думал уже, так сказать, палец в попу вставлять. А, я поняла. Так просто. У меня то же самое было, когда у нас этот был ковид. Последний раз. Вот то же самое. У меня была и рвота, и вот то, что ты сказал. Один раз я поехал на Савеловский вокзал, и у меня днище ворвало. Вот извините за подробности. Хорошо мамкина работа рядом была. Я реально просто сел на толчок, вот так вот вытянул ноги. Просто тра-та-та-та-та-та-та-та. Все, мы к машине подошли, да. Ну, извините, вот такие подробности. Да, там лужи. Сейчас заберу вот эту коробочку для жесткого диска. И заодно переставлю машину. Хоп. Сколько у нас сейчас на улице? Плюс семь. Для ноября, конечно, аномально теплая погода. Как я что-то на нейтралке случайно. Так расстраивает, что в Москве вообще осенью не дождешься солнышка. А у меня такой цветокор прикольный. Может быть, помните, я когда первые влоги записывал, офигенно выглядит. А сейчас все серым-серо. И ждать еще солнышко очень и очень долго. То есть оно ближе к весне только появится. И то не факт. Ну, зимой солнце бывает только когда очень холодно, я заметил. Прям сильно холодно. А так херва дождешься. Ну, и что, будем ждать. Опять, может быть, куда-то поедем с тобой в горы. И там оно будет. Хоть насладимся. А сегодня я буду опять... Нет, завтра буду принимать витамин D. Пшиков пять себе сделаю. Чувствую, настроения нет. Это такая погода говена. Часто люди еще пишут, что-то постоянно про погоду. Не знаю, мне это важно. И когда вижу солнце, я очень сильно радуюсь. А когда я в полное отсутствие, все, сразу какашка становлюсь. Тем более еще сейчас на меня просыпаешься, только считай, светлеет. Темнеть начинает уже ближе к четырем. Еще в плане здоровья я очень хочу купить домой датчик СОЦ-Аш. И если вдруг он у вас есть, порекомендуйте мне, пожалуйста, на что обратить внимание. Потому что я опыта с этим не имел. Хочу, чтобы в помещении всегда было свежо. И чтобы я правильно проветривал помещение. А Катюха увлеченная выбором коврика. Это как раз подтверждение, что если у тебя загорелось, все, я не буду переодеваться. Пока не найду, не успокоюсь. Да? Не потому. Не потому. И закончить этот влог хочу вкусняшкой. Мы распробовали морковный торт, который купили во вкусвилле. Охерительный. Давай, напалду. Ширина 61 сантиметр. А ты типа хотела перебить мой голос? У тебя ничего не выйдет. У меня все равно громче, чем айфон. На первое место, ты говорила, ставишь. Да, на втором теперь Красный Бархат. Всю жизнь Красный Бархат был моим самым любимым тортом. Теперь официально заявляю вот это. Морковный торт. Я пойду упаковочку вам еще раз покажу, чтобы вы понимали. Продается во вкусвилле, стоит в районе 500 рублей. Вообще пушка. Вот охерительный, ребята. Попробуйте. Потом напишите мне в комментах. Я соглашусь сразу с комментариями многих. Он вот он. Я упаковку покажу. С комментариями многих людей соглашусь, что это дорого за такой маленький тортик. Ну прям 500 рублей, а он малюхий такой. Ну это бы стоит, поверьте. Вот так вот он выглядит. А что ты, я думаю, как-то мало ты мне положила. Сэкономила? Ты хочешь его растянуть на неделю? Нет, я сейчас столько же положила. Надо было, да, половинку. Вот. Вот, морковный с сырным кремом. Ну, маленький, 400 грамм. Это вполне себе. Нормально. Ну да. И вот такую водичку я еще купил во вкус Вилли. Она мне очень понравилась. По-моему, если не ошибаюсь, Челябинске вообще. Да, по-моему, да, наливают. Да, вот Челябинская область, Челябинск. Вот так вот выглядит. Необычные вкусы. Ну вот это, правда, не совсем он необычный. Вот этот прикольный. Манго и чили. Вот, тоже попробуйте. Что ты вспомнила? Что случилось? Ну, меня Аня написала еще часа полтора назад. Он же ко мне едет. Ну? Говорит, ты же меня покормишь? Чем мне ее кормить, блин? Да у нас пельмени там, видела? Сколько? Надо что-то это, не знаю, очень вкусненькое приготовить. У нас все есть. У нас есть сосиски, у нас есть кефир. Я делаю то, что я сегодня чем-то все не завтракала. Ну, а мне это уже не интересно. Ну, этот кусочек покрашу черно-белым. Скидываю тут файлы. Скорость вообще невероятная. Целых 30-40. О, даже 70 мегабайт. Ничего себе. Очень долго все перекидывается. И поймал уже 5 вирусов.